Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Давайте говорить» с Айгуль Мукей. Часто мы слышим сообщения о том, что заболел раком тот или иной ребёнок. Но сегодня мы будем говорить о тех, кто не потерял веру в лучшее и надежду на выздоровление. В нашей студии сегодня все дети, которые смогли побороть страшные онкологические заболевания и стали примером для многих других. Один из них – Александр Заболотник, который отметил свой первый юбилей на больничной койке со страшным диагнозом рак. Как ему удалось победить болезнь и через что пришлось пройти, мы узнаем прямо сейчас. Родители Александра обратились в больницу с подозрением на варикоцели. Однако при детальной диагностике врачи обнаружили совершенно другую проблему. Маленькому Саше поставили диагноз нефробластома – новообразование в левой почке. После этого его жизнь разделилась на до и после. Самое трудное для родителей, в принципе, это то, что видеть, как ребенок болеет. И вот эти, что не можешь оградить вот этого. В течение семи месяцев Саша проходило лечение. После подробных исследований мальчику провели операцию по удалению опухоли. Начался длительный процесс реабилитации, который принес свои плоды. В ноябре 2016 года его выписали из больницы. Саша поборол рак. Надо верить, в первую очередь, что все это можно преодолеть, в принципе, все это возможно. И просто стремиться к этому. Просто же верить, что оно будет так. И оно, в принципе, и это случится. Сегодня от болезни Саши не осталось и следа. Он полностью оправился. Хорошо учится в школе. Занимается спортом и даже приносит домой медали в различных спортивных соревнованиях. Ну, молодцы. Да, давайте поаплодируем. Я думаю, что сегодня должны звучать заслуженные аплодисменты в честь наших победителей. Победители Милана, Айанат и Саша. Люди, которые победили эту страшную болезнь, победили раз и навсегда. Да, поэтому Саша и Александр, вам слово. Расскажите, как все началось. Давайте с папы начнем все-таки. Обратились в Сепногорскую поликлинику, все как бы посоветовали. Ну, рекомендовали, как бы учитывая, что не было 10 лет, маленький ребенок. Посоветовали обратиться в Кокчетаф, в областную детскую больницу, чтобы там были более опытные специалисты. Поехали, приехали на осмотр. Доктор, когда вот начали готовиться к осмотру. В принципе, сразу обратив внимание на, так сказать, асимметричность живота, выпирание слева, просмотрели, отправили на УЗИ. УЗИ сразу, как бы, нашли подозрение. Доктор подошел, позвонили, посмотрели. И, ну, рекомендовали, выписали направление на госпитализацию. То есть, и сразу, как бы, вопрос стал, что вот под вопросом выписали вопрос, что онкология опухоль Вильмса. Поэтому, ну, как бы, все, направили, что надо бы документ собрать, приехать, уже там в МРТ, более детальное обследование, ну, и решение вопроса с лечением, подтверждением диагноза или как-то все это дело лечить. Ну, сразу, как бы... Это было, когда было Саше 10 лет, а сейчас тебе сколько, Саша? 13. 13, вот уже 3 года. Ну, еще 10 не было, это еще 9 лет, вот ему было 10. 9 лет, да? Ну, сразу, как бы, Вильмса-то непонятно, кто что-то такое. Ну, первое слово опухоль. Что такое, кстати, подскажите, пожалуйста, доктора. Это опухоль почки, нефробластома, но по автору ее еще называют опухоль Вильмса. А, нефробластома, опухоль почки. Да, по автору, как вот, кто первый описал. То есть, ну, как бы, это непонятно было, а вот слово опухоль, то это, конечно, ну, шок, это даже, в принципе, не сказать, потому что вышел, это, ну, вообще, как-то в тумане, потерянный, то есть, это вот, что-то как-то описать. То есть, это даже тяжело писать, идти, тут начинает мама звонить, потому что по приему времени это знали, как и что. И как все это дело сказать-то, тоже, там, не до конца понимаешь все. Ваша мама или мама Саши? Мама Саши. Супруга, да? Да, ну, и моя мама-то, в принципе, знала, что мы поехали тоже, давай, тут звонить. Телефон-то просто, как говорится, на безучку поставим, потому что самому надо как-то вот осознать, как-то принять эту мысль, чтобы это озвучить. Вот, сразу, ну, интернет-то есть, давай посмотри, что это такое конкретно. Вот, и как бы, и учитывая, что по сайтам, как пишут, что это злокачественная опухоль, крайне быстро развивающаяся, это вообще, как бы, окончательно добиво вот это вот сидишь. Вроде-то, как на автомате уже едешь там на автобус, чтобы домой надо. Это вот, я все говорю, вот эта вся мысль крутится. Вот, ну. Подождите, а Саш, а ты сам как-то, ты помнишь тот день, когда ты узнал этот диагноз? Нет, точно это не помню. То есть, таких у тебя, как папа, вот это вот, папа этот страх, это понимание, у тебя этого... Нет, не было. Не было, да? Ты сам не понял, ну, 9-летний. И вот, да, Саша ничего не понял, но папа был, конечно, в... Ну, там собрали документы, как раз вот на Урыс попалась, чуть-чуть отложилась госпитализация наша. В итоге, вот мы 29 марта легли в больницу на обследование уже госпитально в городе Кокшетау. Как раз вот 10 лет, 31 марта день рождения, 10 лет, в больницу вот он отпраздновал свой карантин, приехать нельзя, по телефону, так, конечно, поздравили. Это больница сразу же химиотерапия, да? Нет, это... это общее хирургическое деление, потому что он как поступал, либо смотрели диагноз, чтобы подтвердить. То есть, если онкология подтверждается, они как бы предварительно, то, соответственно, будет первоначально решаться вопрос онкологии, потому что, ну, варикоцели, в принципе, если она болевых ощущений не вызывает, то, в принципе, это несрочное, так сказать, это. То есть, срочнее онкологии надо было, в первую очередь, решать вопрос онкологии, потому что там время ограничено. И, конечно, чем быстрее начнется, тем лучше все это дело и прогноз будет. Вот. И, получается, вот МРТ, диагнозы, анализы сдали. Через два дня с доктором я по телефону связался, да, подтверждается подозрение, надо. Созвонились, говорит, с материнством детства, вас будут переводить туда на их базе уже дополнительное там специфическое обследование. И, в общем, вам надо будет туда отправляться. И вот мы, получается, 2 апреля мы были госпитализированы. Вот, да, Александр, а я вас перебью. Мы сейчас так часто стали узнавать об этом, да, и почему-то раньше мы не знали. Раньше меньше болели дети наши вот такими болезнями, да? Нет, я не думаю, что количество заболеваний увеличилось, просто диагностика улучшилась. А, диагностика. Да, диагностика улучшилась, лечение улучшилось, и благодаря этому количество пациентов, которые выздоровели, стало гораздо-гораздо больше. А, вот так вот, да? То есть научно не доказано или статистически, что вот экология поменялась, стало больше детей болеть? Или все-таки цифры какие-то? Конечно, экология играет большую роль. Но надо помнить о том, что у нас количество населения возросло, и детского в том числе, и поэтому, соответственно, количество заболеваний тоже растет. Но это пропорционально росту детского населения. Поэтому такой вспышки или такого внезапного какого-то подъема онкологических заболеваний, как в нашей стране, так и в мире, на сегодняшний день не доказано и нету. Но улучшилась, еще раз говорю, диагностика. Ну, я хочу сказать, что да, вот как Дарья Жанна говорит, улучшилась диагностика, и за счет этого, наверное, мы стали больше выявлять этих детей, что они болеют. Раньше они тоже были, эти детки с такими заболеваниями. Просто что диагностика, наверное, была не такая уж хорошая. Но это мое личное мнение. Я могу только добавить. На самом деле, этиологическая причина онкологического заболевания, рака, скажем так, она до конца не изучена. Она изучается. И это не совсем благодатное дело. Корректное или благодатное дело. Наша задача выявлять, благодаря вот дорожной карте Минздрава существенно повысилась заболеваемость. То есть, извините, выявляемость, выявляемость. И самое главное в этой задаче дорожной карте – ранняя выявляемость. И все мы знаем, и во всем мире это известно, чем раньше выявлена стадия заболевания онкологического, тем выше процент выздоровления. То есть на первой стадии выше 90% пациентов с онкозаболеваниями выздоравливают. И вот в данном случае… Саш, вы пошли на первой стадии, да? По второй у нас. Но, тем не менее, это считается рано. Конечно, относительно своевременно. И это благодаря Казахстанской дорожной карте. Я не думаю, что это дорожная карта в случае Александра. Здесь это бдительность родителей. Нет, это и бдительность родителей, совершенно верно. В первую очередь, это, конечно, родители. Но дальнейшее, вы только что слышали, последовательность, экстренность, быстро передачи местный уровень, областной, областной сразу же к нам. Могу еще сразу добавить, что только у нас в Казахстане дети с онкологическими заболеваниями при необходимости госпитализируются по линии санавиации. То есть, если ребенок заболел в отдаленном регионе, там, Семипалатницкий, его срочно нужно привезти к нам, самолет санавиации вылетает и немедленно его привозит. Такое не в каждой стране. Я поняла, а вот эти огромные деньги, которые нужны всегда на лечение, на операции, на пересадку, вам тоже понадобились такие большие деньги, да? Тысячи, тысячи, десятки тысяч долларов? Ну, знаете, как бы непосредственно по нашему заболеванию, в принципе, весь объем лечения, медикаментозного лечения, в принципе, был государством предоставлен, то есть, у нас как бы не было необходимости большой, то есть, у нас как бы были, есть, были финансовые затраты, но это чисто вот на какое-то там дополнительное, так скажем, питание, вопросы, то есть, поддержки там, какие-то вот эти дополнительные, ну, скажем так, тоже повышать, это вот кобыль и молоко свежее, там, мясо, сыганина, чтобы для организма поддерживать. А все остальное, это вот поддержка государства, и это было какое-то датирование, да, квотирование, да, в данном случае? Ну, полностью, да, ну, потому что лечение по данным заболеваниям, оно идет. В случае Миланы и Айянара. Да, все лечение проходит для детей бесплатно, все, да. Нужно сказать, что да, вот Александр выздоровел за, то есть, в течение болезни было 7 месяцев, да, получается? Да, получается, вот с марта до 29 марта по 17 ноября весь цикл от нас оперативного, то есть, амбулаторного лечения занял. Ну, вы молодцы, ну, тьфу-тьфу, хочется все время сплюнуть. Ну, Дэвид Живанович, это хороший, да, срок такой из лечения? Конечно, конечно. Да, 7 месяцев. Это, нет, это программная химиотерапия, которая у нас утверждена в Министерстве здравоохранения, получил в полном объеме. Вся химиотерапия у нас за счет государства, ну, и мы увидим хороший результат, с чем поздравляем. Да, да, и очень рады. Саша, как ты себя сейчас чувствуешь? Хорошо. Ничего не болит? Нет. Не все забыл, как страшный сон, все, что было, да? Да, все забылось, как страшный сон. А вы, девчонки, что-то помните какие-то такие? Нет. Тоже ничего не помните? Ну, процесс помню, как я после операции на костыле вставала, и химиотерапию, и все. А я помню, как я положилась под наркоз. Ой, зайчик, тебе тогда было 3 года только? Ты вот просто этот момент запомнила, это как вспышка в памяти, да? Ну, и хорошо, очень хорошо, что все это забыли. А у нас, значит, сколько у нас в стране детей с онкозаболеваниями? Я знаю, что глава Минздрава Ержан Бертанов, у нас вот такие факты, отметил, что на 1 января 2019 года в Казахстане на диспансерном наблюдении состояло 181 344 пациента вообще. Это не дети, это и дети, и взрослые. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно около 215 тысяч детей моложе 15 лет заболевают раком. Еще 85 тысяч детей от 15 до 19 лет. Ну, вот такая статистика, к сожалению, не очень хорошая, да? То есть это мировая такая тенденция. Скажите, пожалуйста, вот я у вас, или я хотела как у психолога спросить, как воспринимают? Дети по-другому, вот я спрашиваю, они забыли уже, да? Дети как-то по-другому это воспринимают? Может, с детьми легче работать, да? Они не воспринимают это как взрослые, как смертный приговор какой-то? Да, действительно, с детьми это происходит, ну, это ребенок и ребенок. То есть он поступил в больницу и как-то воспринимает, что он на некоторое время только лег, да, там, скажем. Как Саша, как простуда, да? Да, как Саша. Больше здесь переживания у родителей. И, знаете, чем тяжелее переносят это родители, и у ребенка, да, наступают вот такие вот моменты, вот, непонимание, что происходит со мной. Значит, что-то со мной не так. То есть когда психологи у нас и социальные работники подключаются в начале лечения, когда ребенок поступает к нам в центр. То есть у нас мультидисциплионарная командная работа. Доктор, психолог, социальный работник. То есть мы находимся во взаимодействии, да, во время процесса лечения, на протяжении всего практического лечения. Значит, психолог работает и с мамой, и с ребенком. Социальный работник точно так же работает в основном как бы с мамой, да. И, знаете, и в этот период очень важно, мы хотим донести до родителей, что в основном процесс лечения, как все это будет происходить, из лечения ребенка, зависит от родителя. Потому что ребенок – это ребенок. Все-таки он видит этот мир, скажем, по-другому. С точки зрения своего опыта, зачастую видишь, если мама, ну, или один из родителей, который лежит, иногда сейчас чаще это и папа, и бабушки, и дедушки бывает, и ребенок. В одной команде настроены, что мы выздоровеем, и действительно результаты бывают лучше. Как скажете? От этого многое зависит. Я хочу сказать, что если мама возьмет себя в руки и придет, и будет уверена в себе, и показывает это ребенку, не свои там слезы, или при ребенке рыдает, там вот это. А если возьмет себя в руки и жить в той же больнице, жить обычной жизнью, нормальной жизнью, чем-то ты между процедурами занимаешься с ребенком, и идешь там с ней, погуляешь, почитаешь, то ребенок не воспринимает это, что он все он. Окончательный приговор у него, что он болеет. Он наоборот, он себя тоже чувствует так же, как и ты. И ты себя чувствуешь нормально, уверенно, когда ты вот держишь себя в руках, и когда ты уверен, что твоему ребенку помогут, и что он выздоровеет у тебя. Это очень влияет на ребенка. То есть у вас так было? Это на вашем примере, да? Конечно. Первоначально, вот очень благодарна Илья Кайрлиновна, действительно, ты приходишь, ты же не знаешь, что это такое заболевание, как быть, как твой ребенок, как тебе вообще с этим быть, и что делать, ты не знаешь, вот тебе. А тебе приходит, человек объясняет, что вот слушайте врачей, не бойтесь, не показывайте своему ребенку свою слабость, свои слезы, все. Все. Покажите ребенку, что вы, что все будет хорошо. Гульнара, а к вам вот фонд, какие мамы обращаются? Они вот просто там бывают, что упадок, и что не верят, или какое настроение у них зачастую? Не, ну, знаете, конечно, бывают разные родители. Но в основном, я считаю, они вот, знаете, какой-то проходят период времени, они берут себя в руки, потому что они понимают, я не знаю, или психологи с ними уже в больнице ведут работу такую, да? Они берут себя в руки, и, знаете, у них настрой такой, они прям борются, они вот борются за все, они хватаются за любую ниточку там жизни, я не знаю. И, знаете, в какой-то момент вот происходит вот такой перелом, что уже все вот, они уже ни на что не обращают внимания, они идут до последнего, до победного. Ну, как-то вот, видишь, все вот эти случаи, конечно, бывают разные исходы, но, тем не менее, родители... То есть, главное, это вот родительская борьба. И все-таки вы, Саша, вы боролись, да? Вы также были оптимистичны, и, в общем, шли вперед. Приходилось, чтобы построить. Потому что у нас вот проблема, главное, вот Саша помнит, это из-за химии волос выпадает. У нас вот главная проблема была, это что на волосы надо постричься. Вот приходилось, помогала Ляля, нам это вопрос. Да, Ляля, вы знаете, это так... Это вот самого для него, самая главная проблема... Да, для детей, наверное, да, ну, внешний вид, это как бы, да, то, что боли там раз была и прошла, а вот он лысый-то, это сейчас, это всегда неприятно, когда ты лысый, да, оказывается? Да. Потом привыкают? Они живут в своей среде, они живут среди таких же детей, и для них вот это, они потом не комплексуют. И даже если ты с ребенком нормально общаешься, бывает же период, ты отличился, пришел домой. У тебя промежуток между химиотерапией. И на улице, если мама нормальная с ребенком, это ничего страшного, не обращай внимания, если кто-то, ну, это самое, это так надо, это у тебя там для лечения. И ребенок тогда не комплексует, это для него потом уже не это, не трагедия. Ну, а сейчас у вас роскошные волосы, у девчонок тоже, что ли, они вот были без волосов? У нас такие же были волосы, когда мы поступили. Да? Да. А потом, да, вот сейчас, вот смотрите, какие красивые волосы. Хорошо, спасибо большое, господа, мы продолжаем. Онкологическое заболевание для многих звучит как приговор, после которого жизнь теряет краски. Но наши герои на собственном примере показывают, как побороть болезнь и стать настоящим победителем. Ведь существует даже целое спортивное соревнование для детей, победивших рак. Об этом мы говорим в продолжении ток-шоу. Наша героиня Айанат Байсакова с шести лет занималась танцами. Однако с любимым увлечением пришлось повременить, когда у девочки обнаружили редкое онкологическое заболевание. Это изменило всю жизнь Айанат. Вы смотрите ток-шоу «Давайте говорите», я и Гульмукей. Мы продолжаем. Итак, сегодня у нас бенефис выздоровления. Мы сегодня говорим о здоровых, ярких, красивых наших молодых людях. Айанат, вот сейчас твоя история. Давай посмотрим про тебя сюжет, который мы сняли. В 2013 году Айанат поставили диагноз лангергонцоклеточный гистеоцитоз. Редкое заболевание, которое встречается лишь в 7 случаях на миллион. Этот день перевернул всю жизнь семьи Байсакова. Я этот день, наверное, никогда не забуду дату. Это было 24 ноября 2013 года. Нас отправили в онкологию. Потом я начала выбивать квоту. И мы легли в больницу. Это от материнства, детства, отделения онкологии. В течение двух лет Айанат проходила курс химиотерапии и постоянно принимала гормональные препараты. Девочка практически все время сидела дома, передвигалась на костылях. О танцах пришлось и вовсе забыть. Однако даже это не сломило сильную девочку. Айанат уверенно шла на поправку. Мне помогла в этом семья большая, друзья. И как бы сдаваться никогда нельзя. И всегда должна быть какая-то надежда. Айанат! Молодец! Ура! Красота! Со временем эта надежда превратилась в новое увлечение. По рекомендации врачей Айанат начала заниматься плаванием и даже приняла участие в играх победителей в Москве, где выиграла золотую медаль. У меня есть медали с Москвы, с игр победителей. Я участвовала в категориях плавания и футбола. Первое место за плавание и второе за футбол. Красавицы! Красавицы, красавицы две! Ой, заплакали! И вы заплакали! Я, глядя на вас, тоже заплакала. Я, в общем, тоже эмоционально здесь не могу вообще. Сложно это было. Уже прошло семь лет, да, получается? Шесть лет прошло с 2013 года. Сейчас Айанат тебе сколько лет? Четырнадцать. Четырнадцать? Было восемь, да? Была маленькая девочка. Жанна, пожалуйста, вам слово. Она обычно танцевала. Ну, как ребенок. Школа, танцы. Приходит домой. И по вечерам уже осень, это получается, осенью она. Вечером уже не хочет уроки учить. Говорит, у меня нога болит. Мы говорим, наверное, ты просто уроки не хочешь шутить. Иди, садись, делай. Ну, вот так. Молча пойдет, делает. Потом ночью начинает меня будить. Нага болит. Не поймем, что... Думали, что там на танце, наверное, усердно занимается. Потом, говорит, что вес начала терять. И вещи, которые вот месяц назад купили, наоборот, должны быть больше, это, меньше. Маленькие, да. А она говорит, мама, у меня юбка спадывает. Ну, получается, оказывается, она сильно начала вес терять. Мы не замечали. Кушала плохо. Потом... Ну, тут же побежали, конечно, к участковому врачу. Проверили на сою. Больше ничего не умели. Ну, никто не знал. Это такая болезнь, которая не выбирает богатых, бедных, или там, молодого, или маленького. Вот. И туда пошли в больницу. Они направили, говорит, пожилая женщина сидела, врач, ревматолог. И говорит, вы сходите в онкологию. Уже было понятно. Вот. Мы поехали, а там, говорит, а у вас есть снимок? У нас, говорю, нету снимка. Она говорит, а как вы, говорит, ходите без снимка, говорите, анализы просто сдаем и ходим. Пронесите снимок. Тут же сделали снимок, посмотрели, и там у нас большая опухоль. Чуть ли не лопается там. Дмитрий Иванович, а как нужно распознать, да, если... То есть, если человек, если ребенок теряет вес, не хочет кушать, жалуется на боли, да, это я правильно такую симптоматику, да, выстроила? У вас так же было, да? А у вас не так, а у вас аж... То есть, вы просто заметили, да, он и не жаловался, ему не больно было? Нет, ну, у него как бы то, что мы, как бы... Это я потом уже начал связать. В принципе, он как-то пришел за пару месяцев. Вот спина там, вот слева, что-то это. А как раз физкультура, а что такое было? Ну, там где-то упал, вот спина. Ну, может, это сильно, нет, не сильно. Ну, может, упал как бы этот небольшой. Вес, как бы, аппетит-то не очень тогда, как бы, был. И плюс, как раз он просто перегрипповал. То есть, мы, как бы, температурные, большие, небольшие под нее мы начались. И мы, как бы, просто связывали это с тем, что... Вот все это как-то с какими-то подростковыми вещами. Не кушает, но не хочет. Ай, там подпростыл, так это самое. Мы вот все думали, что уроки не хочет учить, а просто танцевать. И просто, да, не хочет уроки делать, и вот придумывает. И потом, когда уже у нас взяли функцию, вот 24 ноября нам дали на руку с вопросительным знаком саркома. Мы пришли, вот материнство детства, у нас взяли функцию через 10 дней. Я сама, как мама, как взрослый человек, тоже не понимала слово «рак» знаю. А вот этот день я вот всю ночь проплакала, и муж, папа наш говорит, не надо показывать ребенку, чтобы ребенок ни одной слезинки не видел. Соберись. И вот на одну ночь только я, получается, дала себе чуть-чуть слабость. И утром встала, собралась мыслями, и они это знают только слово «рак» бывает взлокачественный и доброкачественный. Ну вот и пришли на врача. У нас все-таки в Астане хорошие врачи, там медицина хорошо поставлена. Сразу же все пошагово сделали, проверили, сказали, поставили на терапию. Так и мы выздоровели. Я еще раз акцентирую ваше внимание и прошу, чтобы вы сказали зрителям. Ну вот как-то надо, даже ребенок не кушает, да, может, все-таки нужно. Какая симптоматика? Как нужно все-таки предупрежден, значит, вооружен? На что нужно обращать внимание? Ну, на любое ухудшение состояния здоровья. Если вы видите, симптомы совершенно разные. Не бывает единого там только, допустим, одно. И в данной ситуации мама все правильно сделала. Да. Ну, слава богу, нормально. Да, ну, слава богу, все обошлось в дальнейшем, все хорошо. То есть, уважаемые зрители, если ваши дети жалуются на боль, да, того или иного органа, того, я не знаю, там нога, рука, что-нибудь, голова, да, жалуются на боль, не надо это спихивать на то, что переходный возраст, ай, ничего, наверное, там что-то. Зачастую так бывает, давайте согласимся, да, все родители, все знают. Ну, да, ну, ударился. У меня сын тоже, он гоняет футбол, ну, что там этот, вроде бы, и как, болеет, пройдет. И потом еще, да, как вы говорите, а, наверное, не хочет учиться. И поэтому, да, тоже так бывает у родителей, да. Да, оказывается, вот рак кости, и именно вот, когда кости болеют, оказывается, днем незаметно, потому что все органы двигаются, и только ночью дает знать, ну, когда уже спокойствие, покой, и точно в это время он начинает болеть. И вот она меня будила, по ночам мы пьем эти таблетки обезболивающие. Обезболивающие. И мазали, на болеющее место мазали согревающую мазь, чтобы снимать симптомы. Да, вот, к сожалению, так происходит, поэтому, уважаемые зрители, да, не нужно. У нас есть этот синдром, да, когда мы хотим куда-то спрятаться в норку и ничего не знать, уж тем более такую страшную болезнь, как рак, как онкология. Это не про нас, это пройдет мимо нас, мы все так думаем, да. И тем более не идем и не диагностируем ни себя, ни своих детей. Поэтому вот такая страшная ситуация. Но давайте от этой ситуации перейдем к хорошему. Айнат показала медали, она у нас сегодня чемпионка. И Айнат, и Милана, и Саша победители Игр Чемпионов. Победители все или участники? Участники. Участники. Миланочка, ты в каком спорте? Белый. На, Милана не ездила. Будет участвовать, солнышко. Айнат, значит, у нас плавает. Да. Саша? Шахматы, футбол, бег, стрельба. О, как много всего. Какой ты молодец, разносторонний. Ну, давайте расскажите. Гульнара, расскажите, пожалуйста, что это такое Игры Победителей? Ну, это чемпионские игры. Конечно, инициатором была у нас вот Лейла. Да. Потому что это проходит по всему миру. В прошлом году проходила в Москве. Вот, и Айнат у нас является чемпионкой. Она заняла первое место по плаванию. У нас тоже вот есть такие дети, которые не только побеждают, они побеждают болезнь. Почему бы не победить в этих чемпионских играх? Нужно отметить, чемпионские игры среди кого и как? Давайте тогда, Лейла, хорошо, скажите. Значит, инициатором была я. И поддержал мой сектор психосоциальной помощи. Значит, мы подошли к нашему руководителю и сказали, вот такая вот есть идея. И руководитель тоже, скажем так. Какая идея? Сначала про идеи. Все инициаторы, этот инициатор. Идея проведения первых республиканских игр чемпионов среди онкобольных детей и детей, перенесших трансплантацию почек и печенью. Отлично. Это супер мероприятие среди детей, которые переболели онкологическими заболеваниями, победили эту болезнь. Среди тех, кто еще болеет, да, еще, может быть, есть, да, кто находится в процессе ремиссии или нет, им нельзя, наверное, да? Здесь только те дети, которые в процессе ремиссии, да. Выздоровели. Да, в процессе ремиссии выздоровели. И среди них игры чемпионов, да, то есть, вот как Саша говорит, у него четыре вида, да, спорта. Шахматы, что у тебя там еще? Шахматы, стрельба, бег, футбол. Шахматы, стрельба, бег, футбол. У тебя здесь, Аяна, от плавания, а ты, Милана, в каком виде спорта будешь? Бег и еще какие-то. Мама еще не говорила, в каких я буду. Мама это скрывает, а? Боулинг. А, боулинг. Это вы будете сейчас учиться, да, как-то заниматься этим делом? Да, буду. И у нас в республике есть аналог, да, такой вообще? Это международные игры? Это всемирные игры, московские игры победителей. Московские игры всемирные. То есть, это только в Москве, это идея Чулпан-Хаматовой, да, насколько я понимаю? И сколько лет этим играм уже? Десять лет. В этом году проводятся уже юбилейные десятые игры. Десятые игры. И со всего мира, да, туда приезжают и принимают участие вот такие же ребята, как наши. Да. Но это великолепная идея. А где здесь будет проходить, вот расскажите, то, что будет. Здесь будут проходить в Ледовом дворце Аллау. В Нуршултане, в Ледовом дворце Аллау. И какие периоды? Первого, второго июня, получается. Где-то начало у нас с девяти и до девяти вечера будут проходить эти игры. Мы, нас поддержала Министерство здравоохранения, там, РЦРЗ, общественное здравоохранение, да, органы. Потом нас поддерживают спортивные федерации, семи видов спорта. Да. Нас поддерживают благотворительный фонд Гульнары Кунанбаевы, да, в частности, да. И я вас тоже поддержу, и я приду на ваши соревнования с большим удовольствием. И я хочу обратиться к нашим зрителям, по крайней мере тем, кто живет в городе Нурсултан. Приходите первого, второго июня во дворец спорта Аллау, поддержите этих замечательных деток. Наши детки победили онкологические заболевания, а теперь они будут между собой соревноваться, да. Кто лучше проплывет, сыграет в шахматы, там, сыграет в боулинг и все остальное. То есть первое, второе июня республиканские игры победителей. Чемпионов. Чемпионов, да. Игры чемпионов. А сколько детей заявлено у вас? Заявлено на сегодняшний день 105 детей. Вау, 105 детей уже, да? Возрастная категория от 2 до 18 лет. Отлично. А они все откуда-то приедут, да? То есть это не все, кто живет в столице. Да, 87 детей. Это с регионов нашей страны, со всех практически областей. Они приезжают или с опекуном, или, там, скажем, сопровождающим лицом. Или родители, или родственник. А кто оплачивает проезд, проживание в Гульнар? Может, вы скажете? Ну, оплачивают фонды. Мы поддерживаем, конечно, этот проект. Очень такой интересный, потому что это стимул для детей. Вы знаете, вот даже вот я хотела, чтобы Айнат рассказала, как она побыла в Москве. Какие у нее были впечатления. Вот послушав их, невольно хочется, чтобы у нас, у наших детей осталось же такое воспоминание. Айнат, расскажи, как ты была в Москве. Ну, об этой новости мне сообщила мама. Облажается, мне написала, что я еду в Москву на соревнования. Сначала я отреагировала как-то отрицательно. Ну, мол, не хочу никуда лететь, хочу дома. Вот. И это оправдало мои ожидания. И очень было много разных детей. То есть сначала тебе было страшно, да? В Москву на какие-то соревнования. Вы же она вместе ездили, да? Нет, нет. Она одна сама, да? Да. Ой, сама-сама полетела, прям в самолете одна. А потом прилетела, тебя встретили и, в общем, тебя уже... Да, нас встретили вожатые. Получается, каждой стороне выдали двоих или троих вожатых. И они, получается, сопровождали нас все 3-4 дня. Получается, мы ехали на разные экскурсии, были разные мероприятия. Ну, у тебя не было страшно, дискомфортно? Не плакала без мамы? Нет, нет. Нет? Хорошо, ну, молодец. И на протяжении этого времени, именно игр победителей, никто-никто не спрашивал, чем ты болел, когда ты болел. То есть тут была очень дружелюбная атмосфера. Вот. И мне очень помогло познание английского языка, потому что там много иностранцев, с кем вот наравне общаешься, и это очень полезно. Ну, подружились? Потом вконтакте там переписываетесь? Да, мы везде переписываемся сейчас. В инстаграме? Да. Ну, молодцы, круто. Да, хочется вот такую же идею поддержать вот здесь у нас, в Казахстане, потому что дети же, они со всего Казахстана лечатся вот в больнице, в онкологии, да? И они как бы лежат вместе, общаются, представляете, там месяцами. Ну, это такое счастье, да? То есть там и здоровый человек будет вспоминать, да, если принял участие, а ребята, прошедшие через такие испытания, так что вы молодцы. Желаем вам провести в этом году отлично, а потом... Да-да-да, да-да, держите. Я тебе хотел как бы тоже, ну, добавить. Дело в том, что вообще любые соревнования спортивные, они посвящены здоровью, спорту. В нашей ситуации чемпион, это обозначает победитель, синоним, победитель болезни. А то, что сейчас будет у нас делаться в Казахстане, это тоже пропаганда здоровья, здоровья о том, что дети онкологическими заболеваниями побеждают эти заболевания. И у нас в Казахстане два центра, Алматы, институт педиатрии, и наш в Нур-Султане. На самом деле детей выздоровевших очень много, но люди об этом не знают. И, к сожалению, и в социальных сетях, и в простонародье, так скажем, да, мнение об онкозаболеваниях немножечко отсталое. Да-да. Зачастую там, грубо говоря, вплоть до Средневековья. Вот такие соревнования, они нам нужны. Они пропагандируют здоровье детей, показывают, что да, это лечится. У нас более двух тысяч детей сейчас вылечившихся находятся на диспансерном учете. А те, которые сняты с учета, их еще больше. И их никто не видит просто. Но вот такие соревнования, да. Конечно, это же как маяки, да, которые показывают заблудившимся морякам о том, что да, есть выход, есть, и можно выздороветь. Вот сегодня у нас сидят, я думаю, что программу посмотрят и по каналу Хабар, и потом в интернете, да, и ребята вот будут смотреть на наших героев и скажут, вот они, оказывается, для нас такие позитивные примеры. И дальше в нашем выпуске еще одна наша героиня, которая победила рак. Невероятная история сильного человека и два с половиной года тяжелых мучений. Оставайтесь с нами. Итак, в нашей студии сегодня победители. Одна из них Милана. Уже в три года она столкнулась с онкозаболеванием. Объемные злокачественные образования в голове, поражение зрительных трактов. Родители Миланы сделали все возможное, чтобы их дочь выжила. Как сейчас живет Милана, узнаем у нее самой. В 2013 году, когда Милане было три года, у нее начались проблемы со зрением. После долгих попыток установить диагноз, девочки сделали МРТ. Результат обследования стал настоящим испытанием для родителей Миланы. Первое, конечно, это шок и непонимание. Это такой шок, и ты не знаешь, что это такое. Тебе сообщили, что у тебя с ребенком, и ты думаешь, ну неужели. Ну не должно быть, почему-то. Первое, конечно, это шок. Это такой шок, что ты не знаешь, что тебе делать, куда идти, у кого спросить. Результаты МРТ показали, что у Миланы появилось злокачественное образование в голове. Вскоре врачи поставили диагноз нейрофиброматоз. Уже с трех лет ребенок неоднократно проходил курсы химиотерапии. Несчитанное количество наркозов и анализов. И только вера в своего ребенка и поддержка окружающих помогли семье Миланы не сломиться. Люди, которые находились рядом, вот это вот дало. Люди, которые все объяснили, помогли, особенно наш психолог и все мамочки, с которыми до сих пор мы общаемся, вот они как-то помогали. Или морально, и по-всячески. Лишь два с половиной года спустя, в октябре 2015-го, Милану наконец выписали из больницы. Сейчас девочка уже ходит в школу, участвует в школьных конкурсах, мероприятиях и живет полноценной жизнью. Вот таких матерей, мне кажется, только одна мечта, чтобы мой ребенок вырос. Естественное здоровье, счастье ребенка. Вот это на первом месте стоит сейчас. Какие вы красивые. И Оля, и Милана такие красивые. И тоже всплакнула, посмотрела. Вы в Нурсултане здесь живете, да? И она была совсем малышка. Да, совсем маленькая. Да. А как вы обнаружили эту болезнь? Ну, Милана была долгожданный, конечно, ребенок. Родился, все было нормально. Пошли мы в садик. Даже быстрее, чем другие дети. Нам так повезло. Пошли, начали в садик. Мы очень радовались. Ну как, пошла в садик, развивается так же. И началось так замечать, что у нее косоглазие. Глазик косит, и все. Начали искать клиники глазные. Потому что детских глазных клиник, чтобы проверять, в таком возрасте еще трех лет не было. Почти три. Что где? Это нужно, чтобы ребенок сел на аппаратах проверить, что у нее. Ну, вот мы попали к очень хорошему врачу. Она прямо настояла. Сделайте МРТ. Сделайте МРТ. Но под тем временем, как вы правильно говорите, что мы по такой диагностике еще не знали. Вот правильно. Если бы я прознала такую диагностику, я бы сразу побежала. Я говорю, ну что такое МРТ? Тем более маленький ребенок. Делать под наркозом надо. Опять же, пока мы нашли, где делают это МРТ ребенку. Вот. Сделали МРТ. Все. Пришли. Но мы еще так не думали, что что-то будет серьезное. Все-таки надеялись, что просто глазки будут. Вот нам сделали МРТ. Все. Нам сказали, приходите завтра. Конечно, я пришла. И одно такое слово. Когда мне сказали у вас объемное образование в головном мозге. Частично трофея у вас зрительного тракта. Конечно, для меня это был шок. Я просто не понимала этого слова. Вообще не понимала, почему, за что. Тем более ребенок. Кому он что сделал? Что у него такое сразу? Ну, и это хорошо, что у нас как бы здесь в Астане, в Нур-Шутане, сейчас так поставлено, что быстренько к врачу направили в онкологию у нас. Мы прошли в онкологию быстро все обследования. И вот нас положили. В то время у нас на втором этаже было отделение онкологии. Вот. Мы туда попали. Конечно, первый раз это было страшно. Заходишь, стеклянное отделение, дверь. И ты не знаешь, куда ты попадаешь. Потому что всегда, вот, когда смотришь по телевизору, где показывают, закрыты везде отделения, туда даже не отпускают людей. Ты думаешь, как дальше будет, что будет с тобой, с твоим ребенком. Первая химиотерапия у нас очень тяжело прошла. У Миланки очень тяжело. И вот столько опыта прошел за этот первый курс. И вот у нас хорошо. У нас мамочки, которые лежали, второй, третий курс рядом были. Они столько много помогали, подсказывали. И потом вот у нас со временем появилась Лилия Карлиновна. Благодаря ей она вот как-то сможет с тобой поговорить, успокоить, тебя настроит. И вот как-то с тех пор у нас пошла такая общая борьба. То есть помощь психолога, она очень важна, да? Да, ну нет. Естественно, врачи у нас, хочу сказать, что вот я лично за лечение в Казахстане, в своей родной стране, где ты родился, и лечение. Потому что у нас врачи ничуть не хуже, и медицина ничуть не хуже. Тем более все предоставляется бесплатно, лечение ребенку. Ну, за исключением каких-то мелочей, там, бытовых каких-то. Но в основном, конечно, нужно слушать врачей, с чем нам очень повезло на протяжении 2,5 года. И психолог, вот Лиля Карлинов, которая всегда нас подключала к какой-то работе, к каким-то мероприятиям, и мы с удовольствием принимали. И поэтому и ребенка своего немножко плохо ей было. Отойдет от химии, все, говорю, пошли, Милана, походим по калидору, пошли к Олегу Ирлиновну и возьмем у него карандашики, порисуем. И вот благодаря вот такой поддержке, вот, от врачей, от психологов, мы, конечно, уже дальше. Сейчас что говорят? Все нормально? Ну, зрение, конечно, у нас частично потеряно, вот, зрение. Ну, мы периодически наблюдаемся под контролем, до сих пор, вот, мы, какая-то консультация мне нужна с ребенком, потому что обычно педиатры, ну, они вот как-то боятся наших детей везти и что-то рекомендовать. Я звоню своему врачу, лечивому онкологу, это, в онкологию Райгольдерской ливни, или Арману Аксудычу, у нас замечательные врачи, советуюсь. Они всегда дают какой-то дельный совет. Ну, вот, Лиля Карлинов до сих пор тоже про нас помнит, всегда вспоминает. Не забываете? Нет, никогда. Мы сейчас вот до этого в программах тоже говорили, врачи говорят, мы устаем, конечно, и вам приходится, да, врачам-онкологам приходится и как психологам тоже работать, да, вот, и вашу работу частично, и вот это и днем, и ночью, но вы понимаете, что это ваша миссия, или когда-то у вас опускаются руки, есть такое? В смысле, усталость, естественно, есть, но руки, мне кажется, никакой врач никогда не опустит. Да? Ну, вы молодцы. Давайте поблагодарим наших врачей, поаплодируем. Спасибо вам большое. У нас действительно очень такая команда. Я вот очень благодарна. В нашего национального центра материнства и детства, да? Я всегда посоветую, вот, если у вас ребенок заболел, обращайтесь к нашим врачам, слушайте их советы. Тем более, к нам сюда приезжал вот этот, который протокол писал, да? Мы этот, из Болгарии, или кто там был? Мы его видели прямо. Приезжал, да. То есть мы активно сотрудничаем со специалистами всего мира, как и из Америки, из Германии, из Турции, из России, постоянно. То есть это хорошо, это открытые двери, и мы получаем опыт из первоисточников. Хорошо, спасибо вам большое. И вот сейчас, конечно же, мы собрались в преддверии Игр Победителей. Вас собирают Игры Победители здесь, в Нур-Султане, 1-2 июня. И, конечно же, для нас было очень важно увидеть ваших детей. Их вот троих. Сейчас их больше, да? С чем-то человек принимает участие в этих соревнованиях. Для нас было важно увидеть их светлые лица, ясные, красивые глаза, их улыбки. И понимать, что эту болезнь можно победить. И я думаю, что эта программа будет полезна для наших родителей, для тех телезрителей, кто столкнулся с этой проблемой. Во-первых, потому что они увидели ваших детей, которые выздоровели. Ну что ж, герои этого выпуска – это яркий пример того, как надо реагировать, если вам поставили страшный диагноз – рак. Рак – не приговор. С ним надо и нужно бороться. Современная медицина не стоит на месте. И даже рак можно победить. Главное – не опускать рук и верить в это чудо. Мы желаем вам всем, дорогие друзья, крепкого здоровья и всего самого лучшего. Вы смотрели ток-шоу «Давайте говорить» на канале Хабар. Я, Игуль Мукея, прощаюсь с вами. До следующей встречи. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова